МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. Я Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите в выпуске. Мефедрованная ферма. Рязанские силовики прикрыли деятельность целого завода по производству синтетических наркотиков. Да будет свет. Мэр города отчиталась о замене светильников перед ВРИО-губернатором. Сразу несколько интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники заявляют о завтрашнем приезде в Рязань председателя правительства России Михаила Мишустина. Основная тема – лесные пожары. Ранее распоряжение посетить нашу область премьеру давал Владимир Путин. Кроме того, как известно, Михаилу Мишустину и Павлу Малкову поручено до 1 октября разработать и предоставить проект строительства моста Дублера через Аку. В общем, встреча, как говорится, назрела. Но, возможно, она случится и позже. Официального подтверждения визита именно 7 сентября пока нет. До 1 ноября на улицах Рязани заменят 5000 светильников. На сегодня объем выполнен чуть меньше, чем наполовину. Оставшиеся 10 тысяч должны заменить до 1 февраля следующего года. Об этом сегодня на региональном правительстве заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина, комментируя ход выполнения двухлетнего контракта. Павел Малков пообещал лично проинспектировать установку светильников уже на следующей неделе. О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Открытых горений в лесах Рязанской области больше нет, в том числе и в Клепяковском районе. И это уже не просто победные реляции, а констатация факта. С этого начал заседание регионального правительства Павел Малков. По его словам, осталось лишь задымление, а это прямое подтверждение работы лесного спецназа. Идет дотушивание. Угрозы для населенных пунктов нет. Самое время заняться восстановлением. Арсен Анатольевич, теперь надо очень внимательно посмотреть по всем населенным пунктам, которые находились в зоне пожара. Что там нужно сделать, чтобы привести территорию в порядок. Дороги, мост, инфраструктуру. Вместе с Анной Николаевной, пожалуйста, отработайте. И там, кстати, еще на реке Пра очень развить туризм на байдарках. Вообще очень красивые места. Я за это время, конечно, на них налюбовался. Надо посмотреть, что там можно сделать для туристов, для байдарочников. Строительство моста через АКУ, включенное в официальный перечень поручений президента, Павел Малков назвал жизненной необходимостью для региона. Солочинский мост-ветеран, а ему уже полвека пора отправлять на реконструкцию. До 1 октября должны быть определены источники финансирования. И надо будет очень оперативно всем профильным ведомством отработать этот вопрос. Подготовки документации, взаимодействия с федеральным центром, в целом подготовки этих работ во всем. То есть боев нигде вообще в этом вопросе не должно быть. Проект для нас, для региона стратегически значимый. А вот для города стратегически важный вопрос – это уличное освещение. По двухлетнему контракту в Рязани будут менять 14 900 фонарей. Информация о том, сколько и чего уже сделано на сегодня у главы администрации Елены Сорокиной, буквально отскакивала от зубов. Павел Малков качество света решил проверить лично. Срок первого этапа 1 ноября 2022 года. Надо заменить 5000 светильников. На данный момент заменено 2400. Идут точно в графике. Должны, если также будут продолжать, все 5000 до 1 ноября заменить. Оставшиеся почти 10 тысяч должны заменить до 1 февраля 2023 года. Таким образом, 14 900 тысяч штук будет заменено светильников. Хорошо, спасибо. У меня просьба аппарату запланировать на следующей неделе. Выезд посмотрим какой-нибудь из объектов, где работы эти проведены. Сегодня в Рязанской области стартовали дни финансовой грамотности. Представители Банка России приглашают всех рязанцев на Почтовую и Лыбецкий бульвар. Там обустроили выставку о том, как делали и привозили деньги. Жители города смогут проверить подлинность банкнот и научатся распознавать мошенников. Ровно об этом же говорил на правительстве управляющий отделением Центробанка Паризанской области Сергей Кузнецов. Наша глобальная задача – достучаться практически до каждого жителя региона. Остановлюсь лишь на некоторых ключевых моментах. Мероприятия будут идти на протяжении 10 дней – с 6 по 16 сентября. Благодаря сотрудничеству с Региональным министерством цифрового развития и информационных технологий и связи мы рассчитываем в рамках Дней финансовой грамотности запустить проект для пользователей портала госуслуги. Каждому зарегистрированному жителю Рязанской области будут приходить сообщения, где мы раскроем схемы, которые используют мошенники и научим им противостоять. Основная целевая аудитория Дней финансовой грамотности – молодежь, школьники и студенты. Впрочем, остальные категории – это масштабная компания – тоже не обойдет стороной. Мероприятий по этой теме в регионе будет больше двухсот. Каждый первый вторник месяца в прокуратуре теперь будет днем приема предпринимателей. Такое распоряжение поступило в регионы от Генерального прокурора России. Представители бизнеса смогут получать необходимые правовые консультации и обращаться с заявлениями по самым разным вопросам. Сегодня первый такой прием в Рязанской областной прокуратуре провели в личном режиме и в режиме онлайн-конференции. В областной прокуратуре день открытых дверей и прием представителей бизнес-сообщества ведет первый заместитель прокурора области Никита Зубко. Он же берет каждое обращение под личный контроль. Рядом бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин. Кому как не ему узнать о чаяниях предпринимателей. Сюда, как правило, предприниматели выносят вопросы, которые достаточно уже, где нарушены права или где предприниматели считают, что нарушены права, где достаточно уже большой объем работы по защите прав сделан, но тем не менее не сдвинулось, не достигли того результата, на который предприниматели надеялись. И поэтому вот уже вносится вопрос на такой высокий уровень. Я вас уверяю, это достаточно действенная и эффективная мера. Вопросы, с которыми пришли сегодня бизнесмены самого широкого спектра, говорят и о безбарьерном осуществлении предпринимательской деятельности и об административном давлении со стороны властей, сетуют на соблюдение законности при проведении проверок. Прокуроры фиксируют также запросы о предупреждении и пресечении нарушений прав и законных интересов предпринимателей. Например, сразу несколько вопросов из районов относительно разбитых автомобильных дорог, препятствующих покупателям подъезжать к магазинам. Или об отсутствии стационарного освещения на территории, прилегающей к объекту торговли. То есть, ответа, я так понимаю, нету на претензии? Да, вообще никакого. Понятно. Хорошо, подготовься обращение, мы уже дальше сорганизуем всю работу. Хорошо? Кроме того, напомним, что в прокуратуре области прием предпринимателей проводится с 9 до 18 часов сотрудниками подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, рассмотрению обращений и приему у граждан, а также отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики. В территориальных прокуратурах прием предпринимателей ведут в зданиях прокуратур по месту их нахождения. Рязанские силовики накрыли целый цех по производству мефедрона. Дело о незаконном производстве наркотиков на территории региона прокуратура уже направила в суд. Масштабы подпольной лаборатории поражают. За полтора года дельцы произвели почти 230 килограммов зелья. А за это, как ни крути, светит пожизненно. Заместителям прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ставропольского края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство наркотических средств». Обвиняемые действовали в составе организованной группы. И в декабре 2020 года в помещении частного домовладения ими была оборудована лаборатория, в которой на высокотехнологичном оборудовании в промышленных масштабах синтезировалось наркотическое средство «Мефедрон». Организатор и два исполнителя соблюдали максимально возможные меры конспирации. Участок обнесли высоким сплошным забором. Реактивы приобретали обезличенным путем для общения и использовали зашифрованные каналы. При производстве наркотиков применялись современные системы вентиляции и дегазации. А чтобы не привлекать внимание соседей, находящихся в непосредственной близости от лаборатории, частный дом организатор поселил родственникам. Деятельность преступной группы пресекли в июне прошлого года. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ России и силовой поддержкой от Росгвардии нагрянули прямо на эту «Мефедроновую ферму». Из незаконного оборота они конфисковали более 230 килограмм синтетических наркотических средств. А это, на секундочку, около 460 тысяч разовых доз. В списке изъятого также более 10 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотика. Расследование уголовных дел взяли на себя следователи следственного отделения управления ФСБ России по Рязанской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении двух обвиняемых направлено в Рязанский областной суд. С третьим фигурантом заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него направлены в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Масштабы изъятого, конечно, поражают, как, впрочем, и возможный приговор. Если вина фермеров будет доказана, обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Напомню, что партнером программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба» Камчатская, свежие и вкусные морепродукты. Прямиком из Тихого океана к вашему столу. История избирательной системы. Такая необычная экспозиция открылась сегодня в областной библиотеке имени Горького. Старт выставки дал председатель избиркома Дмитрий Боков. Наша съемочная группа оценила общественную значимость проекта. Архивные материалы с самых истоков регионального избиркома, с середины 90-х, собраны здесь, в залах библиотеки. И хотя в рамках исторической перспективы срок не столь солидный, все же определенное развитие можно проследить наглядно. Избирательная система не стоит на месте, она постоянно развивается. Новые формы голосования внедряются. Какие-то изменения в ходе голосования. Мы сейчас проводим трехдневный голосование. Еще два года назад, в 2019 году, его не было. Поэтому для того, чтобы принимать правильные решения по поводу того, какие формы применения голосования, как избирательная система должна развиваться в будущем, наверное правильно будет обвинуться в прошлое, посмотреть как оно было тогда и какие были проблемы, ошибки и на что возможно обратить внимание. Предвыборные плакаты, документы, агитационная литература и публикации с результатами выборов разных лет. Все эти материалы сегодня представляют интерес для каждого неравнодушного к истории страны и региона. У нас в избирательной комиссии хранится большое количество материалов, которые вызывают очень большой интерес не только у исследователей, но и у широкой публики. Потому что, например, большим интересом мы смотрим на плакаты наших кандидатов, которые избирались еще в 2012 году. Я думаю, что наш архив хранит еще очень много удивительных вещей, которые мы совместно с библиотекой Горького в будущем будем вести работу, чтобы их выставлять, чтобы мы могли на них посмотреть. Помимо материалов о современной избирательной системе, на этой выставке упомянуты и более ранние источники, которые так или иначе имеют отношение к выборной деятельности в государстве. И эти источники лишь предстоит изучить и гармонично вплести в историю избиркома. Современная избирательная система имеет и такую давнюю историю, практически с 90-го года она формируется. Но в целом система выборов идет в свое начало фактически от 9 века, когда вечевая деятельность на Руси начала формироваться. Ну и вечевая деятельность Новгорода, Новгородской Республики – это вообще отдельный предмет для исследования. Накануне грядущих выборов губернатора краткий экскурс в историю избирательной системы региона провели для всех, кто пришел на открытие выставки. После принятия Конституции, в соответствии с Конституцией, был принят первый федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. Вот он был такой маленький, всего было 36 статей. И в соответствии с этим законом были обязаны, чтобы была сформирована новая Центральная избирательная комиссия и избирательная комиссия субъектов Российской операции. В соответствии с этим законом 1 июня 1995 года было принято положение об областной избирательной комиссии, тогда она называлась областная избирательная комиссия в Лазарской области. 11 сентября пройдут выборы губернатора региона. Выставку приурочили именно к этому событию, и возможно для кого-то погружение в историю станет дополнительной мотивацией выполнить гражданский долг в ближайшие выходные. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова